Друзья, сегодня у нас продолжение темы самоделок. Не-не, не турбину будем делать, а такое устройство, которое поможет значительно экономить топливо зимой, ну а также облегчит холодные запуски двигателя. Для его изготовления нам понадобится металлический бак, объемом примерно 5 литров, подойдет старый огнетушитель, ну либо какой-нибудь ресейер, как в моем случае, например. Далее нужны шланги, в нашем случае будем использовать шланг 10 диаметра, ну и переходники для того, чтобы подцепить их к бачку. Если что, тесты патрубков мы уже делали, смотрите на канале. Тут у нас есть один лишний отвод, но он не совсем лишний, в моем случае, например, поставим туда датчик температуры, для этого я просверлил отверстие в болту диаметром моего датчика, ну а в самом ресейвере уже было отверстие, но я его сделал подходящего диаметра и нарезал в нем резьбу. Другой ненужный отвод, просто сплющил. В данном случае, к сожалению, придется садить все на герметик, хотя я вообще не сторонник этого. Но так как шланги будут рельефные, обжать нам их плотно, скорее всего, не получится. Сама длина шлангов зависит от места расположения этого бачка, думаю отрежем их по месту. Сейчас еще установим датчик температуры. Далее нам понадобится утеплитель, например, изолон. Сначала утепляем заднюю и переднюю часть, для этого вырезаем такие кругляши, я думаю, нужно минимум 3 слоя. Ну а закреплять их будем с помощью термоклея. Получилось у нас 4 слоя, то есть общая теплоизоляция около 2 см. Думаю, этого должно хватить. Затем я буду делать термостойку базальтовую ткань для дополнительной защиты, но это уже не обязательно. Фиксируем все алюминиевой лентой, которая продается в принципе в любом хозяйственном магазине. В итоге у нас получился вот такой вот термос, который мы сейчас установим в Акалину. Он должен длительное время сохранять в себе горячий антифриз. И в момент запуска очень быстро передавать тепло на двигатель. Говорят, что он даже заводить машину помогает. Ведь в момент длительной прокрутки он очень быстро повышает температуру двигателя с минуса на плюс. Так вот сейчас давайте проверим, правда ли говорят люди. Подключать я его буду последовательно к подогреву дроссельной заслонки. Можно конечно и в другое место, но тут я вижу массу плюсов. Во-первых, легкость установки. Не нужно даже охлаждайку сливать, ведь соединение находится выше расширительного бачка. Далее мы очень быстро повысим температуру дроссельного узла. Соответственно воздух, проходящий через него, в морозы будет очень быстро подогреваться. И соответственно улучшится запуск двигателя. Ну а также повысится эффективность сжигания топлива. А еще, что не менее важно, кипяток антифриза будет поступать в ледяной двигатель достаточно медленно. А то мало ли там что-нибудь лопнет. Так что я выбрал именно такое место подключения. На дерьмометре у меня по-моему батарейки сели. Ну ничего, сейчас заменим. Не забудьте сразу же добавить антифриз, ведь его сейчас потребуется больше. У нас тут правда был залит тасол, но не страшно. За одним испытаем, можно ли их смешивать. Пока двигатель полностью холодный, думаю стоит проверить, как на него повлияет теплый антифриз из нашего термоса. Для этого будем кипятить охлаждайку в чайнике и заливать в бачок. За одним и прокачаем его. Возникла небольшая проблема, я никак не могу подключить сканер к этой машине. Пишет сброс подключения и всё. К другой колене подключается без проблем, но к этой вообще ни в какую. Если кто-то знает в чём проблема, то напишите об этом в комментариях. Поэтому будем мерить температуру тестером. А сам датчик я закрепил под хомут термостата. Конечно же с термопастой. В общем смотрим, температура в нашем термосе почти 67 градусов, ну а температура двигателя где-то 7 градусов, даже вот скачет на 6. Давайте ещё посмотрим на двигатель через тепловизор. Я вам его уже показывал, если помните. На втором канале делал подробный обзор. Кому интересно, ссылку оставлю. Очень функциональный прибор. Потери конечно есть, но не критичные. Сам двигатель вообще ледяной. Кран у нас пока закрыт, сейчас делаем запуск, будем его открывать и смотреть, как это будет влиять на температуру двигателя. В итоге температура в термосе начала активно падать, а температура двигателя достаточно быстро подниматься. Но как оказалось, возник косяк с тестером. Он показывает неправильно. Вот смотрите, датчик на панели выдаёт 90 градусов, а тестер только 60. И термос похоже ещё не полностью прокачался. Или просто циркуляции недостаточно на холостых оборотах. Но вот после перегазовки температура сразу начала расти. В итоге всё достойно прокачалось. Сейчас заглушим двигатель и пойдём пить чай. У меня опять трэш. Чайник решил почему-то не отключаться. В итоге тут получилась жёсткая парилка. Всё-таки я думаю, на такой термос нужно делать толстые патрубки, для того, чтобы теплообмен шёл быстрее. И подцеплять его, допустим, к отопителю, либо параллельно, либо последовательно. Ну а если пойти ещё дальше, то поставить на него электрогран и вот такой вот термореле, вместо обычного датчика температуры. Верхнее значение это температура вот на датчике. Ну а нижнее это ограничение. То есть мы можем выставить абсолютно любое значение и по необходимости делать включение, либо отключение какого-то прибора. Ну в нашем случае это был бы кран. В итоге с помощью такого реле можно полностью автоматизировать эту систему. Допустим, когда жидкость в термосе будет холодная, то это реле отключает кран и соответственно она не будет поступать в двигатель и мешать прогреву. Ну а когда жидкость там тёплая, то кран открывается и жидкость быстренько поступает, разбавляет холодный антифриз. Соответственно двигатель быстрее нагревается и меньше тратится топлива. Это я думаю достойная замена автодеялу, ну либо как минимум его дополнение. В общем прошло чуть больше часа, двигатель уже остыл. Шланги так вообще минус. А вот температура в термосе достаточно высокая. Сейчас запускаем двигатель и посмотрим что будет. Как только открыл кран, температура в термосе активно начала падать. А шланги стали тёплыми, более 20 градусов. В том числе и дроссель нагрелся. Работает всё-таки термос. В общем оставил машину до завтра и потом приедем, посмотрим какая будет в термосе температура. Температура конечно упала довольно сильно. Показывает всего лишь плюс 10. Но двигатель то у нас при этом минус 4. Хотелось бы конечно получше сохранять температуру, но опять же прошли почти целые сутки. Если оставлять её часов на 8, либо на ночь, то думаю он так сильно не остынет. Если немного изменить конструкцию, сделать его плоским, разместить например на защиту, либо ещё в какое-нибудь свободное место, то эффект можно получить более высокий. В любом случае такой термос работает. В общем друзья, такая у нас получилась сегодня довольно необычная доработка, так что тоже возьмите на заметку. В дальнейшем ещё по совету подписчика хочу сделать подогрев от выпускного коллектора, ведь он довольно сильно нагревается и такое количество тепла у нас просто вылетает на улицу. Как-то нехорошо, нужно это исправить. Поэтому пишите свои идеи в комментариях и возможно что-то мы попробуем осуществить. Ну а также на канал подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за внимание и пока!